Продолжение следует... Так, держите. Не опускайте вниз. Ага, секундочку. О, маленечко. Я прошу. Уже ушли. Вот так, во. Закрепите на этом. Ага. Ну, слушаю вас. Ну, я вчера просмотрел ваше видео, где вы на собрании говорили о том, как у вас есть желание попасть в Сирию и там благовествовать мусульманам. Меня как бы даже вдохновило. Я был удивлен такой вот смелостью, потому что же сегодня убивают сегодня. Люди как огня боятся Ближнего Востока. А вы видите, тут еще два ролика. Один это послание Патриарху и Путину, чтобы помогли. И сегодня я выставил один ролик. Уже обращение к верхушке ИГИЛа. И уже на арабском языке с ними переговоры ведутся. Да, я видел ваше письмо. Видел, да, это видео тоже просмотрел. Как вы отсылали его в Москву. Показали, чтобы люди видели, что мы не играем. Дело в том, что ко мне отовсюду звонки идут, священники звонят, ни в коем разе не ездить. Тут работы хватает здесь. Люди, говорят, столько на вас, тут связи такие. Я говорю, я на молитве проверяю. Зачем вы делаетесь между мной и Богом прокладкой? А Павел говорит, зачем вы сокрушаете сердце мое? Когда он шел в Иерусалим, они падали на шею и говорили, как Агап. Говорит, этот человек будет связан и предан там. Я не хочу туда ехать. Я говорю, Господь, а Господь, может, мне говорит, как Ереме и Диш, немалодушность, чтобы я не поразил тебя. Да, я просто хотел поделиться с вами мыслями. У меня уже, наверное, лет 6-7. У меня очень есть сильное желание благовествовать арабам. Я, когда покаялся, принял водное крещение, получается, мне было 18 лет, а потом я сразу попал в армию. И я, уже будучи верующим, я служил в армии. Я был в армии, я был водителем. Вот. И, значит, я оказался на территориях. Последние, это, наверное, полтора года я был на территориях. У меня была машина, меня посадили на машину. Такая-то, как мини, такой автобус 13-местный. Я возил бойцов на... Мы заезжали на территории в Бетлехэм, в Эфлиэм. В основном я был вот возле там, возле Иерусалима, Иудея. Вот. И... Я был там полтора года. И вот в это время у меня вот появилось такое сильное желание в сердце служить арабам. Такое очень сильное желание. И оно вот у меня до сегодняшнего дня есть. Я, правда, не так имею сегодня много общения с арабами-мусульманами, потому что я живу в... Ну... Я живу в городе Аждот, называется. Там только одни евреи живут. То есть нету арабов. Вот. У меня как бы не особо. Вот. Но очень сильное желание есть. И... Что я еще хотел поделиться, что... У меня такие были переживания. Вот я попадал вот в эти места, как будто это что-то для меня родное. Хотя я не понимаю. Нету культуру. Я не знаю ислам. Я не понимаю этих мечетей. Арабский язык для меня не знаком. Как бы... Ну, я с России приехал в Израиль. Хотя у меня в роду есть татары. Они были мусульманами. Я знаю, моя прабабка. Она знала Коран и знала арабский язык. И она молилась на арабском языке. Вот. Это то, что я знаю. Вот. И... И у меня... Я эти мысли вот вынашивала. И вот это вот желание служить арабам. И у меня сформировались такие мысли. Возможно, это, ну, Господь это сделал. Что... Такое понимание я хочу им поделиться с вами. Что все-таки я думаю, что в последнее время сегодня должно прийти сильное пробуждение к арабам. Потому что все-таки они даже родственно тесно связаны друг с другом. То есть и Исаак, и... Исаак, и Измаил. Вот. Я думаю, что все-таки в начале, я думаю... Я просто хотел, чтобы вы рассудили потом на основании Священного Писания. Вот эти мои мысли. Вот я... Что я хочу сказать. Что я думаю, что пробуждение должно прийти к... Сильное пробуждение должно прийти к арабам. Потому что мы знаем сегодня... Арабов-христиан на Ближнем Востоке очень мало. Насколько я знаю. Вот, допустим, город Вифлеем... Это сегодня Палестина. Палестинская автономия. Там очень... Там очень сильное гонение идет на христиан. Оттуда просто выгоняют христиан. Я знаю, что многие арабы-христиане из Вифлеема, они уезжали из Палестины, уехали из Израиля. Сегодня они или в Канаде, или в Германии. То есть они не смогли. Потому что, получается, их выгоняют оттуда, а в Израиль их тоже не впускают. Им не дают прибежища в Израиле. Им приходится покидать куда-то или в Европу, или в Канаду. И я все-таки думаю, что пробуждение-то должно прийти. И когда арабы, они пробудятся, вот это ихняя ревность. Потому что как они ревностны по исламу. Вот этот радикальный ислам, пятидневная молитва. Я просто общался с арабами-мусульманами. Я видел ихнюю ревность. Они вот эти, ну, молятся вот пять раз и не отклоняются. Вот посты их, вот это все, вот это вот как бы ревность. Когда вот они пробудятся, они поймут, насколько они, ну, потому что сейчас есть ненависть между арабами и евреями. И они поймут, насколько они заблуждались, что они гнали своего брата по духу. И они пойдут, чтобы возвестить, возвестить Иисуса Христа Исааку, то есть Израилю евреям. Вот такие вот у меня мысли. Я думаю, что все-таки пока что, если сейчас мы не видим, что, мы видим, что очень мало евреев пробуждаются. Конечно, каются сегодня евреи там и там, и у нас в Израиле. Но это все равно очень как бы маленькое количество. Особо сегодня все равно еще евреи, они закрыты для Христа. Вот, и сегодня на, даже ожесточение происходит, вот у нас сегодня в Израиле, евреи очень сильно ожесточаются на арабов. Вы знаете, да, что сегодня у нас в Израиле происходит каждый день? Каждый день, да. Я слежу за этим, я очень хорошо знаю. Каждый день режут евреев, каждый день, каждый день что-то происходит. Очень сильно идет пропаганда в Палестине, очень сильно, чтобы резали евреев, убивали их всячески. Поэтому я думаю, что надо, да, надо молиться за арабский мир, надо, чтобы Господь воздвиг благовестников. Потому что я думаю, что это связь, что когда пробудятся арабы, так же пройдет пробуждение к евреям. Возможно, то, что сейчас, вот я хотел еще с вами поделиться мыслью, что, возможно, сейчас то, что вот эта вот Сирия происходит, и арабов гонят, они фактически сегодня страдают, они переносят чашки страданий, они лишаются своего быта, своего дома, своего крова, своей родной земли. Им приходится бежать куда-то в Европу или еще куда-то. Ну, в основном, сегодня это Европа. Возможно, там именно они покаются, то есть они придут ко Христу, потому что в Сирии там, Ближний Восток, это сегодня радикальный ислам. Там христианство запрещено, проповедовать запрещено. А там и Европа, там христианство, там свободные страны, Германия, вот эти все страны, которые сегодня принимают. Я думаю, что возможно, что так Бог делает, что там они обратятся, они там, для них это даже сейчас как бы это во благо, для арабов-мусульман, что они вынуждены туда бежать. Ну, те, которые не замешаны в терроре, вот эти, не замешаны в ИГИЛе, они мусульмане, но они не хотят вот этого всего. Вот такие вот у меня мысли, я вот хотел поделиться с вами. Я думаю, что вот, ну, ваша ревность... С последнего слова, в Европе они будут, и там что-то услышат, дело не так. Ангела Меркель говорит, когда мы запускали сюда мусульман, мы думали, что их национальные обычаи как бы сотрутся, переменятся. Но мы ошиблись полностью, ничего этого не происходит. Когда мусульмане убивают христиан, а мы показываем на Коран и говорим, в Коране Мухаммад-то не призывал убивать христиан-то, а только налог накладывает, закат. А они говорят, а где вы видели христиан-то? И я отступаю туда-назад. Какие христиане, когда гей-парады идут, разврат такой идет? Что там делается? Какая коррупция? Детей изымают из семей. Почему арабов не изымают? И поэтому где христиане-то? Мы их убиваем, потому что эти нелюди, они хуже язычников. Понимаете, мы себя поставили такими перед ними, но когда они заходят на нашу страницу и видят, как мы одеты, или мы, наши сестры, с сестрами мы идем по городу, а тут работают мусульмане все время на дорожных работах, они сразу с таким благоговением, наши сестры идут. Мы говорим, это православные. И в интернете православные. Нет, говорит, это мусульмане. Даже внешне у нас все похоже на мусульман. Мы едем, милиция останавливает. Вы не шахиды? Не шахиды? Вот. Понимаете, я еду в больницу посещать. Со мной рядом сестры, рядом стоят, а вы не шахидка, они одеты два платка, ну как христианский обычай. Даже это внешне говорит, что у нас есть порядок какой-то, они это любят. И где бы они чего ни касались с нами, у нас все сходится. Вот мы ездили, это не два, не три километра. Представьте, от Барнаула Владивосток, порт находка-то, Тихий океан. И теперь к Атлантическому вышли, Лиссабон, Португалия. Когда в Москву собирались ехать, священник говорит, это безумие, на нашей машине, куда вы уедете? А мы в Москву несколько раз, в Европу несколько раз съездили. Прошли Скандинавию, Прибалтику, опустились через той стороны Турцию и прошли. Вещь невероятная. Почему? Бог! Бог! И как нас не пугали Чечнёй и другими республиками, оказалось все не так. То есть так, но не с нами. Мы вне этого ряда были. Нас принимали как родных братьев. И если они молятся где-то, или мы всегда молились рядом, и они в обиду нас никогда не дадут. Они сразу показывают и видят, подходят, разговаривают. Мы кончим молитву, они тогда подойдут. Мы поехали, видно, что дорога не та. И вот он едет. Мы не знали, кто это мусульманин. И где? В России, около Красноярска. Он остановился. Говорит, это не сюда, надо вот сюда. И повернулся, и поехал, и свернул, где бы мы не повернули-то. И вывел нас на трассу. А ему теперь назад ехать. Мы говорим, какой ты человек хорошего. Он на меня показывает, у меня отец Аксакал такой. Я говорю, а как вас звать? Махмуд там как? Вот. Это везде было такое. Ни один мусульманин нас не обидел ни разу нигде. Ни в Чечне, нигде. Мы попадали на этих разных проверках, где там, ну-то, Чечня, что там говорит-то, Дагестан. Там они что-то всю ночь колготятся, заезжают, там у него какая-то моечная, там молодые, крепкие ребята. А мы прямо остановились у них на площадке. Мы не знали, что у них там-то. И ночевать. Газель, какая машина, собака. Я, когда мы ужинарили, он подошел один с ружьем и на собаку. Он не знал, кто мы. Я быстро встал и поговорили. И они всю ночь, мы плохо спали, видели, как они туда-сюда, что-то там они делают. Дагестан. Но к нам они даже не подошли больше ни разу. Они увидели, что мы молимся, мы христиане. Мы признаем владыку мира, мы единобожники, хотя верим на Святую Троицу. И поэтому, понимаете, я с их стороны стараюсь взглянуть, почему они так обращаются с этими людьми. Они видят. Вот они там, мусульмане, бегут. Какие они мусульмане? Они европеизировались. У них то же самое, так же одевается, как европейские. Они говорят, какие вы мусульмане? У вас есть ваша книга, священная Коран, исполняйте ее. У нас, скажи, что Библию надо исполнять. Нет, мощи, монашество. То есть они, это все предрассудки одни. Православия как такового практически нет уже никакого. Феофан Затворник, канонизированный ныне, он говорил в 61-м году 1800, еще одно-два поколения, и православие в России исчезнет. Я делаю вывод, это был же пророк, потому что православие есть. Или он имел другое православие. Что сегодня делается? Священник, пьяный, сейчас Петрозаводский опять задавил женщину и сделал все дела. А там запись какая шла, направленные были. Все исчезло и сделало где-то. Он должен быть извергнут. Безобразие. Каноны нарушены. Эпитемии нету к причастию. Счаще исповедуйся, счаще причащайся. И вместо причастия сатана в рот уголь толкает. Это житие Святого Макария Александрийского, 17 января. Они все от народа скрыли. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. Большую власть над народом иметь. Мусульмане там все это видят и знают. Как они нас смотрят. Пьяный там падает, везут, как обращаются. Они это все видят. Я каждый раз говорю, вот это в интернете стоит. Но они же это видят. Они же видят, что они о нас думают. А зачем вы туда едете? Можно и отсюда, можно и отсюда. Но почему-то говорили, Господи, прикинь к нам и исцели. Приди. Приди. Я не достоин в дом войти. Было такое. Ну почему так думают? А что у вас? Мы были в Турции. Нас русская мафия там обложила. Мы не могли выехать. И мы 12 часов непрерывно молились. И рухнули все твердыни. Приехал у них там начальник. Я не знаю по их там, но не меньше полковника. Таможня, там милиция. И все. Я подарки им сделал. Как они нам начали там подавать, там горящий чай. Я не брал. Братья-то брали там. Мы стояли, молились. Я стоял и плакал всю ночь. Сколько было людей подходило. Они это видели. А теперь уже я иду и подарил им Новый Завет. Немного сказал. У меня другой подход. Не как у Данила Сысоева. Я для себя как табу. Три слова. Аллах. Мухаммад. Коран. Я их не поминаю. Вот он сейчас спрашивает. А за кого считаете Мухаммада? Вот он как входит со мной в общение. Игиловис там один. Через Твиттер. Передают. Я не отвечаю. Я отвечаю словами Священного Писания. Деяния апостолов 4.12. У меня есть священная книга. Я по ней говорю. Ты говори по своей. У Евангелия инжил. Я знаю да инжил. И вот я ему показываю. Нет другого имени под небом данного человека. Которым надлежало бы нам спастись. Дальше я говорю. Верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную. Неверующий не увидит жизнь. Они Писания своего Корана не знают. Вот мы остановились ночевать там в Дагестане. Перед одним большим забором. А оказалось там метро копают. Маленько погодя. Они нас заметили сразу выше. А там какие-то ломанные машины. Что туда сообщили. Уже приехал начальник. Почему здесь? Я говорю. Дождь застал. Нам негде было. И мы решили здесь поговорили. Выходят оттуда ребята. Молодые. Крепкие. Здоровые. Они увидели кто мы такие. Ну и вопрос. А кто вы считаете последний пророк? Он не знает. Он последний пророк. Мухаммад. Я говорю. Последний пророк будет пророк Илья и Инох. Которые придут в мир. Будут проповедовать. Я говорю. Вот как написано. Он не знает. Но они стали слушать. У меня началось свидетельство уже. У меня другой подход. Идите и проповедите Евангелие. Не написано опровергайте Коран. Евангелие. А когда коснется ему дальше. Когда он уже обратится. Тогда он сам это увидит. Я вообще не касаюсь этого. В Тунисе запрещено христианам произносить имя Аллаха. Это другой Бог. Бог это другой. Не наши Егова. Они это понимают. А христиане не понимают. Да это один Бог. Давайте молиться. И когда я говорю. Что здесь будут другие люди. Жить. Так нельзя жить. На меня нападают. А когда говорит это Дмитрий Смирнов. На него не падают. Он говорит о мусульманах. Как они заботятся. Русская бабушка идет в церковь. Так он ее подвезет и денег не возьмет. Ты же в церковь идешь. А русский обязательно возьмет. Это он говорит в храме в московском. Он как правая рука патриарха по силовым структурам. Вы думаете правильно. Вы думаете правильно. Помогите молитвой. Я не настаиваю. Я не стремлюсь. Я на молитве проверяю себя. На молитве я стою слезы наворачивать. Господи. Это два почти миллиарда. Что монахи сделали? Они не пустили Евангелие. Я. Мне сегодня один пишет. Вы хотите дополнить то, что не сделали Кирилл и Мефодий? Что монахи проспали? Я говорю. Да. Вы хотите умереть? Я говорю. Это тайное желание. И ничего в этом нету осудительного. Павел считает. Что он как говорит? Мы приговорены к смерти. Феодосии. Пещерский. А то уже в России. И там было селение еврейское. И он ходил туда. И говорил им. Говорится. Разжигал их. Думал, что они распяты. Хотел быть распятым. Специально нарывался. Как говорится. Его никто не осуждает. Почему меня осуждают? А я не нарываюсь. Нет. Умереть если. То. Как Господь знает. Жизнь моя завязана у него. Вот так. Ваши желания похвальные. Но смотрите как. Как. Дано ли вам это пойти? Я у Бога выпрашиваю. У меня вот оружие. Я вот уже сегодня. Но на все свои временные сроки, я думаю. Да. Смотрите сколько времени. Вот вы уже в старческом возрасте. А сколько вы верующий всю жизнь. И только сейчас к вам вот это вот. Или у вас это уже давно желание благовестного. У меня это давно. Я с мулами встречался. У мусульман был. Мой дед с мусульманами возился. Дед. Заезжали. И у него как бы постоял и двор. Ну не то что постоял. А именно открытые двери для мусульман. Я сегодня в ролике. Последний ролик. Рассказываю. И мама моя где там жили-то. У меня как бы это какая-то нить такая идет. И никогда плохого не было. Только хорошая. Почему? Значит что-то в этом было. Само по себе. Игнатий Лапкин. И то ИГИЛ. Иг. А дальше Игнатий Лапкин. ИГИЛ. ИГИЛ. И ИГИЛ. И Игнатий. А дальше Игнатий Лапкин. Вы знаете, что интересно? У меня... Извините, что перебил. Знаете, что мне интересно у меня в родстве? Мой дед. Его тоже Евгений зовут. Мой тезка. Он получается... У него отец чистокромный еврей. Отец был чистокромным евреем. Его звали Бен Цион. Это на еврите сын Сиона. Его раввину так назвали. Сын Сиона. Бен Циона Моисеевич. Его все Бени называли, потому что не могли. Что это Бен Цион? Не понимали. Все его или Борисом, или Бениным просто называли. А мать у моего деда, она была татаркой. И я всю жизнь не мог понять, что они могли найти друг с другом. Он чистокромный еврей, она чистокромная татарка. Он, значит, уже был светским мой, получается, прадед. Отец моего деда. А его родители, они посещали синагогу. Он, получается, ему дали имя при обрезании, когда Равин его обрезал. Ему дали имя еврейское, Бен Цион Сиона, или это еще сын Иерусалима. А получается, он был женат, мой прадед, на татарке. Она была татаркой чистокромной, признавала Коран, молилась. Мой дед рассказывает, что она учила его Коран, учила, как молиться. Получается, что они очень рано развелись. И мой дед остался с матерью один. Они рано развелись, ему было всего лишь, может быть, 7 лет. Вот. И она учила его молиться Коран. Ну, в общем, он больше как бы унаследовал вот эти вот мусульманские, татарские обычаи, нежели еврейские. Потому что он фактически не рос с отцом. Вот. И это как бы загадка в том, как могли садиться такие два человека. Еврей и мусульманка. Вот. Вот. Видимо, все равно... Фильм есть 12, не видели? 12 нет. 12. Вот так называется 12. А вы посмотрите, Михалков ставит, Никита. Как раз там об евреях. Там они заседают когда, и один еврей. Это все еврейские штучки. Вон там. И как он там тоже такой неравный брак был. И сказал, что их свело? Какой, говорит, мой отец? А там жена была, красавица писанная в Литве. А мой дед показывает на себя. Мой дед-то вот такой же, как я, говорит. Кого брать-то? И оба сидели в фашистском лагере и освободились. Освободились. И после этого у них, кажется, 13 детей еще родилось. Ну, до того интересно. И, главное, фильм-то евреи ставят. И про евреев, как говорит. И все. Он не боится сказать. Да. Вы знаете, что интересно? Еще хочу сказать. Здесь, в Израиле, я иногда разговариваю со старожилами. С теми евреями, которые здесь, с основания государства Израиля. Я говорю, расскажите, как было раньше, когда не было вот этой всей ненависти, которая сейчас? Он мне один раз сказал, он говорит, раньше, говорит, где-то, говорит, в 60-х годах, говорит, мы, говорит, к арабам чай пить ходили, говорит, вместе с ними кушали, говорит, не было такого. Мы дружили вместе, несмотря на то, что у нас разные религии. А сегодня, когда насаждали вот эти все годы эту вражду между евреями и арабами, сегодня все. Сегодня эта вся связь оборвалась. Сегодня уже, если еврей пойдет к арабу или араб пойдет к евреям пить чай, то это сегодня, как считается, как чуть ли не предатель своего народа. То есть, что ты делаешь у врага. Да, то есть, раньше не было такого, насколько я знаю, в Израиле, не было такого. Раньше все дружили очень и очень, очень была тесная связь между друг другом. Еще раз показывать, что есть это вот это родство между друг другом. Евреи и арабы, они не враги друг другу. Да, тут такое дело, когда с ними беседуешь, нужно знать грань, за которую нельзя заходить. Вот мы сидим в камере, и там бывает опущенное, изнасилованное. Им нельзя брать даже табак, который лежит. Только кто-то может дать ему кинуть или как, спать там где-то у параши и прочее. Ну, а получилось так, что я зашел в камеру и сразу Бог открыл людям, кто я пахан этот подошел. А что вот вы хотели бы? Я говорю, где ближе к воздуху? Да тут где ближе? Он подошел, тут две койки так, а койок, допустим, 40, а человек 80. Шконки называется. Ну и по переменам. Одни спят, другие мотаются тут. Он сразу двоих согнал, вот здесь ложились. И один подошел ко мне. Он сразу тот заметил и говорит, этот подошел, этот опущенный отец, к нему прикасаться нельзя. То есть это пари неприкасаемых. Я не прикасаюсь. Я говорю, а он говорил, это подло. Не надо это. Не надо. И я эту грань не стал переходить. Зачем? Что нужно сказать? Я каждый вечер проповедовал два часа. Каждый вечер полная тишина в камере. И я узнал три человека, которые не курят, тщательно моют руки, Евангелие из рук в руки передают. А я проповедую. А камера открывается, охранники собираются, двух этажей стоят. Как я был в камере, нигде не слышал, не видел и не читал. И когда я рассказываю узникам, у баптистов, отец Глеб, даже не слышали про это. В камеру, где я сижу, приходит там майор, снимает китель, сидит, беседует. Начальник тюрьмы вызывает, божественные вопросы. Следователь у меня обратился, принял полное крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Понимаете как? Это Бог делает. А те, которые вокруг меня там лают, крещат, подвизгивают, ну у него такая судьба. Он не удосужился стать человеком, не говоря христианином. Они колготы, кодлые сбиваются, там тот освященник рядом, не знают Бога. И вот они вокруг меня сейчас, как говорится, колбасят. Да я что могу сказать? У меня другой путь. Совершенно другой. И они за каждое слово цепляются. Они этого не знают. Они давно перешли эту грань, которая им неизвестна. Они не подсчитают ни веру, ни то, что я исповедник, я сидел. Они ничего этого не знают. Ни возраст на них не действует, ничего нет. Это шакалы. Шакалы в рясах. Дикие бешеные волки. И поэтому я могу только молиться. Я каждый день за них молюсь. Отношение мое к мусульманам выражается во всей моей жизни. Я всегда старался им помогать. Как-то для лагеря я закупал тут компот. Много надо компоту. Мешки большие, которые у нас. И вот он приехал сюда ко мне на дом. Я сейчас не знаю сколько, но мешков, наверное, 12. Представь, это для него такой. Ну, да, подешевле где-то. Поговорили. Я расспросил, как к вам относятся. Потому что обстановка такая, что в любой день могут начать их громить. Я говорю, запомни адрес где. Ты можешь укрыться. Я вот как-то тут говорил, даже если бы у нас тут эта война начнется. И боевика этого, ИГИЛовца, террориста, ранили. И я бы случайно на него наткнулся там у нас в сады. Что бы я сделал? Как бы я его укрыл? Как бы я ухаживал? Никто не знал. А потом бы все время с ним беседовал. Говорил. Добился бы от него то, чтобы он дал мне обещание. Дал бы, что никогда не возьмет в руки оружие. Будет такой же, как я. И я бы его спрятал где-то в машине. И Серёго бы довез до дома и сдал его родителям жене. Так он такой. Мне точно так говорят про евреев. У меня везде евреи со всех сторон. И помогают при том. Самые такие знаменитые люди, которые есть, средствами помогают. Издание книг. Понимаете, для людей такое диво. Как так? А написано, когда пути человеку угодны Богу, то Бог и врагов его примеряет с ним. А у них шульха на рух. Они там это где, как, не знаю, найди лучшего христианина, убей. Я не лучший, но они меня не убили. Понимаете? Это, я что рассказываю, это не что-то. Вот в интернете мы по Европе идём. В это время ролик на нас скинули. В Англии баптисты стоят и молятся. Рядом дети. Господи, благослови Игнатия в пути. Сохрани и молятся, крестятся рукой. Я говорю, найдите ещё такой ролик. Я их не знаю. В Великобритания. Это настолько удивительно, что Бог. Единственное, что это Бог. А вот я с сектантами молюсь меня за это обвинять. Вот я к католическому ксенцу подошёл, поблагословился. Ну, ты посмотри, где патриарх благословляется у папы. Почему вы его не трогаете? А вот я не считаю там, что этот Иосиф Володский святой. Это, я говорю, называю его русский Сталин. А почему вы Иосифов не трогаете? Он не признаёт царя, канонизацию ничего не признаёт. Он не признаёт, что есть вечное мучение. Это ересь. Почему вы его не трогаете? Или что я поменьше рангом, меня можно? Как у Серахова написано, заговорил богатый, привознесли до облаков. А заговорил бедный, все говорят, это кто такой? А почему ты думаешь, что я бедный? Я бедный, но ко мне обращаются, я накормить могу. Мы, говорит, Павел, нищие, но всех обогащаем. Вот так. Так что в нашем доме всегда найдут приют и убежище. И мусульманины, и евреи. Почему? Христос преобразил меня. Я бы был террорист. Я на это готовился. Готовился. А Бог меня вот так переделал. Они не могут сказать, что у них произошло перерождение, нападающее. Но это его страшная судьба. Он не состоялся как человек. И поэтому то, что я делаю, для них настолько недосягаемо, что они в это не верят. Это брат Василия Великого, Григорий Низский говорил. Люди верят только в то, что сами могут сотворить. А что он может сотворить, когда у него ничего нет? Они между собой грызутся. Писание у него не настольная книга. Он наизусть ничего не знает. А я этим живу. Я просчитал семикратно в день. Прославляю тебя за суды правды твоей. Все на этом. Я семь раз на молитве буду становиться. Могу, не могу. В дороге мы едем. Мы везде все время это выполняли. Ну и поэтому прости меня. Я не такой. Но то, что я не такой, это уже мне награда. Я не хочу быть таким, как ты. Вот это я ему говорю, как бы оппоненту своему. Видите как? Поэтому то, что вы говорите, мне близко и дорого. Как бы я там вел себя, не знаю. А они подрывают. Все знаю абсолютно. Я смотрю, как в армии служат евреи, которые приехали русские. У меня столько. У меня на форуме ролики. Я туда переношу. На мой форум. 1500 тем. Кто же такие евреи и как с ними поступать? Там евреи. Господи, да впервые я встретила православного. Да благослови его, Господи. Это новое какое-то явление. Никакого нового. Я родился. Я родился во Христе Иисусе. Евреи мне брат. Старший брат. Мы от него все получили. И быть евреем великое преимущество во всех отношениях. А наипащий в том, что им верено Слово Божие. Кабы не евреи, не сохранили Библию, где бы я был? Где? Ну, что догадываться-то? Я добровольцем шел в Алжир воевать. Ну, еще спрашивайте меня. Я не знал Бога. Как должно знать? И поэтому благодарность моя перед Богом за евреев. И каждый день мы молимся. Боже, дай мир Израилю. Это моя обязанность. Перед Богом. Я должник перед этим народом. Люди не понимают. Так вы не патриот. Небесное Отечество. Патриотизм. А земное, мы перед Богом все равны. Люди не хотят понять. Как не понять это? Когда я ничего не добиваюсь. Мне ваше расположение не на первом месте. Первое у меня на первом месте быть верным Богу. А когда я верен Богу, интересно как. Меня упрекают за то, что я бывший коммунист. Он стал мэром города у нас, Портор. А вы с ним целуетесь. Я 11 лет вел суд. После реабилитации выиграл. И он приехал передавать два дома, где вот сейчас сижу я. И 13 соток в центре города. Это вообще. И мы с ним по рукам. А потом мы поцеловались. С кем ты целуешься? Ну, растерялся. Не мог удержаться. За поцелуй Бог не осудит. Вот так. Игнатий Тихонович, а как вы себе вот это вот представляете? Вот вы знаете арабский язык? Вот, допустим, вы попадаете в Сирию. Вы должны знать арабский язык. Не буду знать. Потому что... Не знаю. Евгений, не надо. Этот вопрос уже обсужденный. Будет у меня переводчик. Было время, когда я мог бы знать арабский. Если бы раньше у меня вот это было, я бы сразу засел за арабский язык. Мне сказали приглашение в Грузию. Патриарху. Я уже дорогой стал искать учебники, изучать грузинский язык. Еду в Латвию. Я в дороге купил учебник. Через три месяца я уже с ними разговаривал. Через три месяца я уже с латышами разговаривал на латышском языке. Мне Бог бы дал знания еврейского языка и арабского. Время ушло. Мне 76 лет. Мне не об этом думать надо. И где бы я ни был, Бог обязательно даст человека, который знает. Там много выходцев с СНГ, русских. Бог-то меня знает. Я перед Богом стою. И поэтому, когда вот надо было так сказать, мне под язык еще никто не залазил. 38 томов написано. Ты понимаешь, что это такое? Я 9 лет сидел за компьютером. Больше 30 тысяч часов провел за этим. Ты найди, где я сказал неправильно, вопреки Библии. Во свете Библии все написано. И никому не угождал. Никогда. Почему? Так у тебя вот и дети в лагере бывают не такие. Я сам не ангел. Такие у меня и дети. Так он приезжает, а не знает, а уезжает-то каким. Всектантский ребенок уезжает. Мы его не заставляем ничего. И он уже уезжает и крестится, и все. Дело покажет. Вот я, допустим, сейчас приехал. Вот сегодня уже письмо на арабский язык, уже переводят туда. Сейчас уже связь устанавливают. Еще от патриарха неизвестно. Путина будет ли нет ответа. Ну, допустим, что что-то будет. А что вы там будете делать? Ну, надо, чтобы кто-то знал, кто-то дал адрес, кто-то держал меня на примете, чтобы я передвигался. Сейчас они следили, дальше меня приняли. Я сразу прошу быть руководством и быть на самых опасных участках. Да там наши бомбят. Вот туда под бомбежки я и буду. Там больше всего нуждаются. Виртуально я не могу там быть. А они увидят, что я не боюсь смерти просто так. Наша задача быть во Христе. И там я сумею это делать. Да как? Я прошу сразу разрешения, как у Исфири, на ночную и дневную молитву, чтобы я имел свободу совести. Вот. Вот что мне нужно. Доступ. Я там 9, может, десятых времени буду проводить в молитве. Рядом. А когда они сочтут нужным, вызовут что-то, поговорим. У меня другой подход. Я все время прислушиваюсь, что мне Бог говорит. Каждую молитву я заканчиваю. Говори, Владыка, слушает раб твой и слышит. Я стою и прислушиваюсь, что мне Бог положит. Я еще на молитве стою, когда так, и вдруг сразу звонок и ответ идет от кого-то, с Австралии. Это Бог делает так. Люди этого не знают. И они не понимают. У меня заявки «помолитесь» идут со всех сторон. Где бы, не знаю, там из Америки, из Англии, помолитесь. Да там еще людей не хватает. Помолитесь. Помолился маленько, погодя, ребенку стало лучше, там. Я ничего не знаю. Моя молитва ничего не знает. Не значит, но Бог отвечает на молитву. Бог, Ему слава. Не нам, не нам, но имя Твоему славу. А, вы хотите, чтобы вас знали? Хотите? Я говорю, знаете, самая хорошая молитва, может, была у Ионы. Когда он в Ачреве Кита был. И вот эти, которые в Сирии сейчас были, там бегут от игиловцев. А они жили шикарно. Мы, говорят, все имели. А сами одеты по-мирски, накрашены. Девчонка идет уже вся. Вот они и говорят, вы никакие не христиане. Это бич Божий пришел на вас. Я знаю, откуда. Мы против. Мы другие люди. Мы не берем оружие в руки. Мы молимся. Это не по-православному. Да как от Гитлера. Я говорю, раньше бери. Он не родился бы, не защелся в ту ночь. Он рождается как раз ко времени наивысшего отступления, наинизшего падения человека. Вы смотрите как. Книгу судей считайте. Одной книгой можете обойтись. Я ничего не требую ни от кого. Почему? Я грешный человек. Я страстный человек. И поэтому... Но я говорю, а никто... А покажи где. Я просто знаю свою натуру. У меня в природе было дед по отцу, Тихон Дмитриевич у меня отец. А Дмитрий вот этот, он поехал в Россию, откуда они приехали из Рязани-то. А у него был родной брат глухонемой. И кто-то подсмеялся и говорит, Дмитрий, приехал у тебя дом отобрать. Потому что дом-то ему принадлежал. Он в это время приехал, помылся в бане, сходил в церковь, причастился и сидят за столом. А этот глухонемой, это брат родной, это у него с собой была гирька. И он как бросился на него, он только закричал, мама, он убивает меня. Он его убил прям за столом. Это мой двоюродный дед, моего родного деда убил. Видишь как? А это как-то имеет отражение какое-то. Моя даже мать говорит, моей жене где-то она что-то не так сделала. Ой, Надя, Надя, а если бы Игнатий не уверовал, что бы сейчас было? А сейчас ничего нет, я в угол уткнулся, помолюсь, поплачу и все. Гляжу, она рядом, голубка моя стоит. Вот и все. Все изменилось, люди этого не знают. Они нападают, нападает эта новая награда. Поношение переносится намного труднее, чем удар в лицо, говорит Иоанн Златоус. Потерял 10 детей. Проказы, все Ио выдержал, нападки друзей не выдержал. Книга Ио перед Псалтырью. А на меня со всех сторон, как только могут, клемят псевдоправославный, лжепророк, лжепроповедник. А я, Господи, слава тебе, какую ты мне награду сплетаешь? Они ничего не знают. Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше понесут как неугодное. Велика ваша награда на небесах. Иоанн Златоус говорит, мне, говорит, венок такой сплили на голову, что он, говорит, голову не задел. И голова осталась неуведящей, но он до плеча опустился. Вот мы были по-другому в Стамбуле. В Стамбуле мы были как там. Я во многих городах хотел бы вернуться, где ездили, а в Стамбул не хочу. Такое движение, я нигде не видал такое. Такая карусель идет, ой-ой-ой. Мы кое-как нашли где свернуть, я там с собакой погулял. Ну, в самом Стамбуле. Вот так. А в Израиле вы не были, да? В Израиле меня пригласали не один раз. Путевка оплачена. Я говорю, зачем я поеду туда? Зачем? Израиль я знаю. Вот у меня сейчас выставлен мой крестик еврей, Наум Израевич. А у него там какое-то... Я могу сейчас открыть и узнать, кто он там, какой-то шойхет. Вот. И все об Израиле. Нажимаешь, где там план, открывается святынь и где что есть. Чудесно. Я как там был? А быть на вокзалах, тереться и ждать, когда тебя обокрадут там? Вот интересно. В Березовске, когда был Борис Абрамович здесь, ну, а тут был генеральный прокурор Российской Федерации Скуратов. И с ним беседовали, а с Куратов и говорит ей, Боря, а что ты, говорит, в Израиль не едешь? Он говорит, великого удовольствия утром просыпаться и думать, как 6,5 миллионов думают тебя обмануть. Евреям, евреям. 6,5 миллионов. Вот есть такой фильм, я легенда. И там вирус вырвался на свободу, все погибают. А остаются только там в резервации 12 миллионов. Ну, посмотрели, пошли. Я говорю, вы что, вы поняли фильм-то, как вот заказывают 12 миллионов на евреи? Что вы не понимаете? Понимаете, о чем речь идет? Мы заражены бациллой греха. И они сумели от этого отстраниться. Ну, маленько-то раскрутить. Да вы что? Заказной фильм. За него оплачено сопротивление. Ой, а как вы узнали? Ну, я не знаю, как. Я только гляну, кадрик маленький. Я сказал, еврейский фильм, заказной и очень хороший. Да. Игнатий Тихонович, а вы читали такую книгу? Есть такой писатель в России, Дмитрий Чедровецкий. У него есть такая книга «Сиящий Коран». Нет, нет. Не считал и не знаю. Я сейчас... Ну, да, говорите. Он как бы говорит... У него такая как бы мысль, что христианство, иудаизм, и ислам – это три божественные религии. Что ислам – это тоже божественные религии. То есть, что Коран на самом деле, что он божественный. Что как бы Мухаммед, он был пророком. И его спрашивают. Он считает, что даже мусульманам не надо навязывать Христа. То есть, как бы им надо благовествовать Христа через Коран. Он это трактует, трактует как бы вот это даже то, что мусульмане говорят, что «А Христос, Он не умер, Он вознесся на небеса, Он не умирал». Он как бы трактует это, что «Ну да, Он на самом деле не умирал, разве Он мог умереть, если Он воскрес?» То есть, как бы в таком понимании. Евгений, тут по-другому надо смотреть. Я еще раз говорю, я не трогаю ни Коран, ничего. Но апостол Павел говорит так, если Христос не умер, то мы все еще во грехах. И тогда у меня разницы никакой нет. Мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, для мусульман – соблазн. Это безумие, кажется. Мы его проповедуем. Павел говорит, я пришел к вам и решил быть ничего не знающим, кроме Христа распятого. И при том распятого. Потому что Он взял на нас свои грехи. Ой, это слишком легко вы нагрешили. Вот это Божий план спасения. Все бараны, все жертвы, которые у мусульман, они указывают на Христа. Они должны в это поверить. Поверить, что Искупитель пришел. А если по-другому? По-другому Галатам 1.8. Анафема? Другого нету. Кто будет не то проповедовать, что мы вам проповедовали? А Павел проповедовал распятого Христа, распятого. Все остальное под Анафемой. Я не опровергаю ничего. Зачем я буду там? Это их книга. Я по Евангелию, по Святой Библии говорю всегда. А дальше уже видят. А как? Зачем как? Ни одного слова вопреки. Библия сказана. Все Писание Бога вдохновенно. Я также беседую с евреями, с детьми. С детьми. Вот представь, я только в одном университете вел занятия 17 лет. Во всех отделах милиции, пять отделов в Барнауле, гор и край УВД. Никого больше не было. Один я в этом. Все воинские части во все окрестностей Алтайский край, это мои. Все техникумы, заводы, фабрики, КГБ. Нет места, где бы я не проповедовал. Я считаю, что более востребованным не было никого. Это вообразить даже нельзя. С раннего утра до глубокой ночи. В школах, значит, по два-три класса в один класс. Я говорю здесь, захожу в другой класс, там новые уже набитые. Я в течение недели большую школу обхожу. А как вы проповеди находите? Я не нахожу их. Мне Бог их показывает. А как? Начинает. Вот за мной ходила завуч в одной школе новосибирской. Завуч, это после директора. Из одной, из другой. Она говорит, вот я с вами хожу уже второй день. Вы говорите уже там седьмую, наверное. И все время говорите вступительное слово, как надо. И все время по-разному. А как это может быть? Я такого не встречал. Я говорю, очень просто. Я зашел, гляжу, две картины висят в зале. Одна картина Рембрандта. А другая картина Николай Ге. Я их сразу мысленно соединил и начал говорить. Заходим в литературный класс. Класс литературы. Я увидел, там они говорят. Учат экономики. Я сразу с экономии начал. В третий класс зашли математика. Я начинаю с математики. Но уже через 2-3 минуты я их подвожу куда надо. Понимаете? Это Бог дает. И алмазы, жемчуг, все у него хранится. И как вы это могли запомнить? Понятия никакого не имею. Мне Бог повелел, я пошел. А последствия он берет на себя. Да если сына ты будешь розыграть, наказывать из дома, сбежит. Наказывать написано. А что сбежить, не написано. Он сбежит, значит, все. Понимаете? Нужно довериться Богу. А я поеду, меня убьют. Я знаю, что я смертен. Я вспоминаю, как у греков написано, когда одному присудили оратору венек. Венок ему надевали-то. И в это время запыхшившийся гонец прибежал и говорит, битва там была наша. Проиграна. Два сына его напротив. Один погиб. Он венок сразу снял. И какой погиб? Да твой любимый старший. Так, он опять венок надел. Говорит, а я и знал, что он смертный. И все. Языческая мудрость. Понимаете? Ну, нужно... Вот, и это я теперь перевожу... Но ведь это даже почесть не похвала умереть за Христа. Ведь это было так... Да, это высшее. Высшее. Сегодня как-то наоборот христиане бегут. Бегут в какие-то там, где бы потеплее, где бы побезопаснее. Но это написано. Гонят в одном городе и беги в другой. Не подвергая жизни опасности. Но не всегда так бывает. Гури Амон, Савиев, апостолы. По апостолу Павлу побили. Вытащили за город. А то он вернулся, опять проповедуют. Они уж думали, что он мертвый. Ну, мы считаем Писание. Так как с ними было-то? Рассеявшиеся ходили, благовествовали. Восьмая глава, четвертый стих. А апостолы оставались в Иерусалиме. Ну, маленько-то надо опыт какой-то приобретать. Нельзя так. Самое про маленькое... Ну, ну. Мне жена иногда говорит, давай, давай, может, нам с Израиля уже уезжай. Тут уже режут каждый день. Надо или в России, или куда-то нам бежать надо нам. А жена у вас христианка? Верующая, да. Верующая. Она в протестантов. Ну, она тоже, она веровала тоже там у протестантов. Она тоже с тех детей. Ну, скажи, что если у вас, Евгения, будет очень трудно, приезжайте к нам в Потеряевку. Лучшего места для воспитания детей не найти. Все верующие. Как одна семья. А знаете, я жене говорю, вот, мне нравятся вот ваши ролики, смотрите, то, что вы открыты. Конечно, мне не знакомо православие. Вот, я жене говорю, вот, если что, поедем. Нам все равно в России некуда ехать. Там родственники есть дальние, мы их не знаем. Они все, как бы, православные такие номинальные, просто ходят, свечки ставят в церковь, и не более того. Как бы, некуда ехать. Я говорю, вот, поедем, может, к Игнатию Лапкину поедем. А мне жена говорит, ну, как бы, мы, что мы, мы, ту жизнь, они православные, мы, 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 как бы, так, той жизни не знаем. Вы будете. Вы, когда увидите красоту православия, вы скажете, все остальное ущербное и далеко-далеко отстоит. Православие идет от апостольских времен. Я этого не могу говорить. А у вас, у любой секты-то, я говорю, есть какое-то начало. Начало, ну, ну, любой год возьми. Оттуда Христос Церковь основал в первом веке. Они не понимают благодатность, которая передается. Вот написано, допустим, мы считаем книги и левит, как помазать, какого вещества, сколько травы, какое. Ну, все написано, сколько грамм. Но если кто подобное сделать, да будет предан смерти. Вот что значит рукоположение. Нет пресвятеров нигде, как только в исторической церкви, которая имеет рукоположение. А это было прообраз. В Ветхозавете это была тень будущих благ. Не то, что я хочу или не хочу. Бог так установил. В Ветхозавете это все прообразовательное было. Я говорю, вот это помазание в священнике. Нынче как? Не знаю, это как. Это рукоположение. Вот скрижали, которые лежат. Это слово. Это у Христа. Ковщик – это Богородица. Он внутри ее лежал. Это все прообразом имеет. И поэтому руки прочь. Надо научиться мыслить категориями священного писания. Бог повелел, вопросы сняты. И все на этом. Люди никак не поймут. Я говорю, у нас посты. Они не евангельское устроение. Они пришли на много веков позже. Но! Большое ное. Я православный. Поэтому рассуждения долой. Я исполняю их точнейше. Почему? Зачем нарушать? Они на пользу. Теперь я только молюсь о том, Господи, дай мне любви к этим постам. Чтобы я пустился с любовью. Вот как. Людям непонятно это. А где вы такое? Нигде я не считал. Просто я сам дохожу до этого. Я вижу, что мне это трудно согласиться. Не евангельское туда обложить. Но я православный. И все православное, все мое. Но я гляжу, нет ли там смертельно опасного. Мощам я тут не поклоняюсь нигде. Если они есть, я там подошел. Раз в 20 лет было там к Сергию Радонежскому. Только и всего. А резать, терзать, не почитает мощи. Я как раз и почитаю. Прах ты и в прах возвратишься. Вы не знаете, что такое прах. Это не антиминсы. Это прах, это земля. А Елисей? А что Елисей? Ну что его, на куски резали? Еще этого не было. То есть нужно научиться спокойно рассматривать все во свете Библии. У меня так называется сайт, YouTube. И форум. Во свете Библии. Поэтому. Ну я знаю, что у нас вот в Иерусалиме в православных храмах есть мощи. Я сам лично видел. Я заходил в один храм. Я видел лично там мощи одной или двух монахин. Они когда-то как бы основали этот храм Иерусалимский. Я не помню, как он называется. Но не то, что я вам говорил за православную духовную миссию. Еще один есть храм русский православный от московской патриархии. И там вот есть мощи одной монахини. Она как бы почитается святой. То, что она как бы основала этот храм. И вот есть такое в Иерусалиме у нас. Ну и что? Святая, слава Богу. Только поблагодарим Бога. Поблагодарим. А мощи надо... Похоронить и надо ее. А похоронить надо. Вот понимаете, мне никак не могут простить. А я что сказал? Прах ты и в прах возвратишься. Павла, кого там не зарубили, всех похоронили. Похоронили? Вот то, чтобы кто-то из святых, а их 1173, 12 томов Дмитрия Ростовского, жития святых, ни один, запомните, ни один, не разрешал, чтобы от него что-то отрывали от тела. А которые запрещали, такие были. Даже за одну волосинку. Патриарх у Семена Столбник одну волосинку взял на память, и рука сразу отсохла. Почему это не говорят-то? Они все скрывают. Понимаете, что... Нет, это лукавство. Это, знаете, лицемер. Непрерывное лицемерие везде. Я как-то прочитал. Один говорит, это еврей. Говорит, это старое еще. Если лицемерие 10 частей в мире, то 9 из них в Иерусалиме. 9 частей. А я сегодня говорю, это 9 частей в православии. Хорошо, Игорь Дагидинович. Мне уже просто... Я тут на работе, мне выезжать надо. Ну все, с Богом. А вы записали разговор? Обязательно. Мы поставим его. Да, чтобы было интересно другим послушать. Я вас уже не спрашиваю, потому что я вас знаю. Нет, нет, записывайте. Я и своей жене хочу показать. Да, жене передайте лучшее пожелание, скажите. Если будет трудно, никак. Ну там накопите денег, на что построиться, чтобы было. У меня, знаете, еще последнее. Отец всю жизнь посещал протестантов. Последнее время тоже сейчас разочаровался здесь в протестантских общинах. Последний... Ходил в общину, ну, к пятидесятникам. И вдруг заинтересовался сильно православием. Я говорю, папа, чего вдруг? Он заинтересовался и слушает, и слушает. И я так удивлен. Ну, что... Я говорю, моему отцу будет тоже интересно послушать. Я вам говорил, что означает имя Евгения? Благородно, что это такое из греческих. Да, держите себя так, бороду не трогайте. Ну, до свидания. До свидания, Игнатий Тихонович. Мир вам Божий. Благодарю. Благословение. До свидания.